Привет, народ! Мы сегодня в Зелёной Ниле. Начинаем отсюда свой репортаж с дочкой. Привет, она! Поздоровайся! Мы сегодня вдвоём поехали кататься. Поехали кататься по нашим северокрымским озёрам. Начинаем мы с озера Киядское, а точнее с той его части, где выращивают рыбу кукадамбой. Здесь пресная вода и много-много отдыхающих рыбаков. Вот так вот это всё выглядит. Но это не всё. Мы сегодня побываем и на Солёных озёрах. До Севаша Королева, конечно, нам не удастся, я думаю, доехать, потому что там уже будут стоять пограничники, и нас туда просто не пустят. Поэтому мы хотим вам просто показать, чем интересен Северный Крым, какая у нас природа, и что же всё-таки нас окружает, какие водоёмы, какие поля, какие степи. А те места, где мы сегодня побываем, я обвела красным карандашом. Посмотрите на озере. Видно, такие вот расходятся круги, и вода бурлит. В самом деле, вот эти озёра, они подпитываются родниками. И вот тут чётко видно один из родничков. Вода выходит наружу, создавая вот такие вот бульбашки и круги на воде. Очень пахнет тут рыбой. Место вообще такое интересное, спокойное. Очень много рыбаков сегодня отдыхает. В воскресенье по всему берегу, вот есть даже на лодке. Село Зелёное Нива, оно довольно-таки большое по масштабам именно крымских сёл. Зелёное действительно это такое село. Всё окружено водой. Это рыбное хозяйство частное. Тут у них мусорка стоит, лодочки, помещения. Любые желающие могут приехать, пожарить шашлычок, поесть рыбки. И порыбачить, соответственно, в общем, отдохнуть. Вокруг, как и в любой сельской местности Крыма, пасутся коровки. Такие вот места шикарные. Машину мы сейчас пропустим. Они, наверное, в страну сейчас. На рыбалку тоже приехали. Но рыбаки, говорят, сегодня не очень клюёт. В основном малёк. Ветер сильный. Вчера было очень тихо. Вчера, наверное, была рыбалка хорошая. Вот такие вот дикие цветочки. Питьевая. Цветут. Питьевая, конечно. Здесь водичку набирают. Здесь набирают воду целыми 20-литровыми бутылями. Это скважина, которая пополняет и водоём близлежащий. И люди набирают воду, пьют её в городе потом. С ней её готовят, чай делают. Вкусная? Сладкая прям. Вот такая вот вода. Как у папы на море. Излишки уходят вот туда вот и спускаются. Тут коробки её пьют. И она дальше уходит в пруд. Ох ты, герутся. Вот тут стадо коровок. И козочки играют. Пастух их пасёт. Всё, мы поехали дальше. Вот где действительно снять пухомник и провести несколько дней. Всё, а мы сели в машину и будем выдвигаться дальше. Сейчас мы для начала откроем окошечки, потому что в машине стало довольно-таки жарко. И заведём машину нашу. В общем, место здесь интересное. И здесь действительно классно провести время. Кстати, у нас в Красноперекопской группе был вопрос, где можно пожарить шашлыки. Так вот, место в Зелёной Ниве очень даже рекомендую. Здесь и порыбачьте, и шашлычки пожарите. Классно. И воздух просто обалденный, свежий. Сейчас мы выехали из села Зелёная Нива и попали на южную часть, южный берег озера Кияцкого. Многие года это озеро использовалось как сточное озеро Содового завода для сточных вод. Поэтому экосистема здесь сильно пострадала. Перестали здесь гнездицы пернатые птицы. Но в прошлый раз я была на озере Красном и видела, как сильно упал там уровень воды. Соответственно, здесь мы видим вообще озеро покраснело, порозовело. То есть, скорее всего, сюда на данный момент сода ничего не сбрасывает. А полчища пилорнатых птиц, вот тех вот, которые перед нами, это чайки, говорит о том, что всё-таки, наверное, здесь немножко экосистема стала восстанавливаться. Как раз, наверное, за счёт того, что нет сбросных вод на данный момент. Очень хочется в это верить. В это озеро впадают воды двух артезианских колодцев. Один находится на севере, другой юго-восточнее. Вот, в принципе, это озеро осадочного типа. В своё время здесь было большое количество высококачественной рапы. Её рассматривали как сырьевую базу для заводов. Но со временем не стало куда сбрасывать сточные воды. И содовый завод начал сбрасывать их в эти озёра. Хочется верить, что это закончится. Но куда вопрос будет сбрасывать сода? Остаётся один вариант. Это залив. Что лучше, не знаю. Подъехали к озеру Кирлиутскому. Это северная, самая северная часть этого озера. Длина этого озера 13 километров. Занимает третье место из Перекопской группы озёр по его площади. В общем, само по себе озеро не используется в промышленности. Оно является очень таким солёным. В нём находится рапа. Довольно-таки тоже высокого качества. И северные берега самые крутые, самые высокие. Южные более пологие. В центральной и южной частях этого озера расположены острова, где гнездятся пернатые птицы. Озеро находится ниже уровня моря на практически 4 метра. Поэтому оно питается за счёт дренажных вод и артезианских вод. Причерноморского артезианского бассейна. Какие железо кусочки. Ну-ка, покажи. Железо прям. Откуда у нас тут металл? Ну, покажи, дай посмотрю. Да, действительно, кусочки металла. Осколки какие-то. Их много тут. Я даже большой кусок нашла, он держал. Неужели от снарядов времён войны ещё так вот земля выкидывает их наружу? Здесь шли серьёзные боевые действия. И рядом село Красноармейское, там, кстати, есть могила братская, где захоронено 990 человек. Среди них есть герой сентября. А я большой кусок нашла? В 43-44-е годы примерно шли здесь бои, как раз захоронение этих времён. Вот так вот более-менее место нашли, где можно спуститься так к воде. Там глубоко. Глубоко, да. Это озеро довольно-таки глубокое. Средняя глубина этого озера полтора метра. Пахнет оно так... Да, креветкой пахнет, правильно ты сказала. Солёный такой запах слегка. И это море... Мой море. Вот так вот и хочется сказать море. Это озеро довольно-таки чистое. Его сустав. Потому что сюда не сбрасываются уже никакие обходы. И никакие отработанные воды в заводах. То есть это абсолютно свободное от стоков химических озеро. Следующее озеро Айгульское. И оно точно так же чистое. Полюбуйтесь, какая красота. Такое ощущение, что оно вообще бескрайнее. Вот в ту сторону оно очень длинное. На берегу растет вот такая вот растительность тоже свойственная. Степи Северного Крыма. Очень много полыни. Лебеда, солончаковые травы. Такое вот интересное место. Дикое такое спокойное место. Пойдем, поднимемся наверх. Покажу вам, как оно все смотрится сверху. Воздух просто обалденный. Смотрите, какие берега высокие. Доехали мы до Красноармейского. Красноармейка, так называемое, село. Красноармейский сельский совет. Это село очень такое большое. Раскидистое. Ну, опять-таки, по нашим меркам. Северного Крыма. И вот здесь вот часть Айгульского озера, она пресная. Здесь ловят рыбу. Здесь люди приезжают отдохнуть на шашлычки. И тоже приятный свежий воздух. Красивая природа такая, зелена так. Да, пахнет тут речкой. Пресной водой. Пополняется это озеро за счет дренажных вод, за счет подземных источников, опять-таки. Вот такие вот заросли маслины. Маслина ее так называют народе. Вообще-то дерево называется лох серебристый. Здесь куча местной живности приходит на водопой. лягушки. Лягушек много. И вот они лошадки. Просто покататься, походить воздухом, подышать. А еще лучше, конечно, сюда приехать на любой из этих мест, где мы сегодня бывали. с шашлычком, с удочками. И на каждом из наших соленых озер есть такие места, где огорожено как бы такими дамбами и выращивается пресноводная рыба. Много у нас тут рыбных местных частных хозяйств, которые наполняют благодаря скважинам свои мини-пруды и выращивают пресноводную рыбу. То есть используют эти высохшие части озер под рыбное хозяйство. То есть вы, если приезжаете на любое из соленых озер Северного Крыма, которые не используются под стоки заводов, вы обязательно себе найдете место, где есть рыбаки, выращивают рыбу, и есть рыбалки платные, бесплатные. В общем, место для отдыха и пикника в любом случае найдете. Плитва, да, так похоже, здесь тоже есть где-то скважина, потому что прям такое вот журчание стоит. Вон она. Я ее даже вижу, Лена, скважину. Вот она, скважина. Ой, так это не скважина, это родник, похоже. Это родник. Скважина с трубой выходит, а это, посмотрите, это просто родник бьет. Хочешь, тоже попей водички? Попробуйте. И таким вот напором здесь она идет в пруд, и, соответственно, здесь пресная водичка, и выращивается, очень хорошо растет рыбка. Какая красота, посмотрите. Вкусная? Класс. Вот та вкуснее. Та вкуснее была, а эта что, соленая? Она такая же, только та вкуснее. А чем она вкуснее? Она не сладкая. Она не такая сладкая? Нет. А та прям сладкая? Нет. Вот такой вот родник, посмотрите. Что-то вот оно. Оранжевое. Это морковь. У меня мыли посуду. Вот оно, откуда и журчание. Пойдем дальше. Лебедь, да. На озере есть лебеди. Утки. И вот так вот все красиво выглядит. Это пресная часть озера. Такие вот пруды. Уточки. Сейчас начнется охота, или уже началась, не знаю, начнется стрельба по уткам. Эти озера вообще места гнездования диких птиц. Здесь очень богатое место на их обитание. Это места их обитания, ореолы обитания. Вот такие вот, естественные. На Игульском озере с южной стороны есть посередине острова. Вот на них тоже гнездится очень много птиц. Это самое крупное озеро Северного Крыма. Его длина в 18 километров. Ширина от 2 до 4,5 километров. Средняя глубина 2 метра. Наибольшее 4,5. Высота над уровнем моря минус 0,1 метра. То есть ниже уровня моря находится. И до минус 3,2 метра. Озеро не используется. Ближайшие населенные пункты Красноармейская. Расположены на западном берегу села Новоалександровка и Богачевка южнее озера. Тамашевка восточнее. Это уже Джанкойский район. Также у озера расположено 4 исчезнувших села. Камышовка севернее озера, Якишкашкара западний, Днестровка Ас и Найман восточний. В озеро впадает речка источная. Это единственное озеро, в которое впадает речка. По спрямленным руслам рек неточная. Площадь водосбора 105 квадратных километров. Целинная, Сиваж и балки выгодная. Коллекторно-дренажные воды поступают в озеро Игульское. Его южную часть. Общая площадь водосбора озера 213 километров квадратных. Береговая линия северной части озера и острова на севере озера местами обрывисты, без пляжей, высотой 2-3-6 метров. На берегах гнездятся птицы. Острова посередине так называемые майорские. На одном из крупнейших артезианский колодец мощностью 5000 литров в час. Среднегодовое количество осадков менее 400 миллиметров. Питание подземной воды Причерноморского артезианского бассейна. Сбросные и дренажные воды. Специально решили проехаться по селу Красноармейское, чтобы показать, в каком состоянии оно находится. Представьте, это село где-то, где-то далеко возле Севашей. Самое практически отдаленное в районе. Но оно ухожено. В нем хорошие дороги. В нем замечательная голова сельского совета, которая решает проблемы села и общается с людьми, стараясь найти общий язык. Очень хорошо отзываются местные жители. Посмотрите. Практически каждая улица в селе с новым асфальтом. Здесь пополняется бюджет за счет содового завода. Но у них вскоре, скорее всего, эти доходы уйдут с местного бюджета в районный бюджет. Хотелось бы верить, что село останется столь же привлекательным и на него также будут выделяться деньги. Что значит хозяйственная рука? Посмотрите. Братская могила ухоженная. Сделано освещение. Жители довольны. Властям местным тоже легко работать за счет того, что есть с какими средствами осуществляют какие-то мероприятия. и в селе приятно побывать. Село немаленькое. Домов и улиц много. Молодежи тоже я встречала достаточно. Село живет в основном за счет сельского хозяйства. Есть школа, есть детский сад, хорошие детские площадки на их территории. Территории ухожены. По последней переписи населения в селе проживает 765 человек. На 2017 год числится 16 улиц и 2 переулка. Площадь 204 гектара, на которых расположено 394,2 рамы. Просторы! Просто просторы вокруг! Сейчас будем обедать и дальше снимать. Еще на одном розовом озере со стороны Вишневки озера Кияцка выглядит вот на данный момент именно так. Мы пришли с той стороны, где дамба. Там пресная у нас вода. А здесь просто розовое-розовое озеро. Своё видео мы заканчиваем прогулкой на берегу такого замечательного озера Кияцкая с розовым таким вот оттенком. И будем уже собираться домой, потому что вечереет. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,